Университетская клиника продолжает вакцинацию. Бесплатная вакцина доступна как российским, так и иностранным студентам Казанского федерального университета. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80, 90 процентов. У нас был запас коечного фонда. То на сегодняшний день абсолютно 100 процентов коек и даже больше 100 процентов, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80 процентов, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50 процентов. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что, с одной стороны, есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, один на 100 тысяч или даже один на миллион. А с другой стороны, есть последствия перенесенного заболевания. То есть, если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов, а еще 20-30 процентов, что у тебя будет тяжело протекать заболевание, но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Мы организовали выездную вакцинацию, то есть все структуры университета совместно. Выездную вакцинацию здесь, в 15-м доме деревни Шсиада. Сегодня она будет здесь, а в пятницу, 5 ноября, мы проведем ее на базе студенческого городка нашего университета. Для себя нужно иметь паспорт и желательно иметь такие документы, как медицинский полис добровольного медицинского страхования, соответственно, свидетельство обстановки на миграционный отчет, свидетельство на миграционную карту. В первую очередь хочу хотя бы снизить риски заболевания этой достаточно распространенной инфекцией. Хочу сохранить сильный иммунитет. Хорошая дали здоровье и уменьшает риск общества, и поэтому я решил, что делал вакцин.